Всем привет! Всем привет, девчонки и мальчишки! Всем привет! Сейчас ждем еще пару минут и будем начинать. Все соберутся? Привет, привет! Сегодня у нас эфир по пилочному маникюру. Привет! Всем добрый день! Сейчас буквально еще пару минут. А пока кто у меня здесь есть, отпишитесь, пожалуйста, как меня хорошо слышно, видно? Все нормально? Здравствуйте, здравствуйте! Ну, вроде бы все хорошо. Давайте еще минутку и начнем. Отлично! Слышно, видно, все супер! Это самое главное. Ну, всем добрый день! Меня зовут Маргарита Пышкина. Я чемпион России по маникюру, дизайну ногтей, моделированию ногтей. Сегодня проведу для вас эфир по пилочному маникюру. Кто-то уже был на моих эфирах, уже знаком с моей техникой. Может, пишите. Если есть какие-то вопросы, кто проходил мой курс, тоже можете задавать. Я в конце эфира обязательно на все вопросы отвечу. Сегодня у нас эфир по пилочному маникюру с запечатыванием свободного края. У меня, как обычно, ну, у меня не как обычно, у меня вообще проблемные ногти, потому что я на себе все всегда тестирую. И на себе буду показывать пилочную технику и запечатывание свободного края. Потому что у меня без запечатки редко что когда хорошо носится. Кроме моей любимой базы Fiber. Но сегодня я ее отставлю немного в сторону и буду делать хард-базой. Знакомо, отлично. Привет всем, кто к нам еще присоединился. Хотела бы и курс закончить. Отлично. Заканчиваете курс. У меня еще отличная идея для тех, кто делает пилочный маникюр. Я нашла еще пилки, файлы одноразовые, которые по цене намного лучше, чем которые я даю на курсе. Поэтому в конце эфира, когда закончим эфир, можете написать мне в директ и я вам дам всем ссылочку на эти файлы. Они ничем не отличаются от предыдущих, но только вот в цене. Практически в два раза. Добрый день. Так, ну что, я думаю, можем начинать. Сейчас я сначала, изначально, познакомлю вас немного с историей пилочного маникюра. На самом деле это далеко не новинка. Он пришел к нам очень давно. Я вот в Москву переехала еще четыре года назад и он здесь был с невероятными оборотами. В каждом салоне клиенты записывались именно на пилочный маникюр. Для меня, честно говоря, было тогда это в диковинку, потому что у нас в Ростовской области этого не было. Я закончила у официальных представителей в Москве обучением. Когда вышла после обучения, ну, честно говоря, подумала, что не зайдет. Но немного поправив движение, используя другие немного пилки, поняла, что это действительно крутая техника. И как клиенты носят этот маникюр, у них нет ни заусенцев, да. Через две недели у них начинает отрастать маленькая тоненькая кутикула. Ну, прелестно же. В общем, не видно птериги, да, заросшего. У кого жесткая кутикула, у тех она начинает более эластичной быть. Ее можно апельсиновой палочкой отодвинуть, даже также в домашних условиях. Поэтому обязательно попробуйте. Я всем советую. Подходит она абсолютно всем. Пилочный маникюр можно делать всем. Даже у кого влажные руки. Но если это влажные руки, мы обязательно взяли обезжириватель, обезжирили ноготочек и кожу вокруг, да. И после только приступаем к маникюру. Если это сильно загрубевшие руки, мы опять же обязательно делаем пилочный. Это вас займет, ну, не скрою, намного больше времени, чем, к примеру, вы сделаете комби маникюр. Но когда к вам клиент придет в следующий раз, ну, к примеру, у вас займет чисто маникюр без покрытия 1 час. 1 час 15, вот мне бывают ученики пишут, да, занимает. Но в следующий раз, когда клиент придет, вы увидите разницу. Кожа будет намного эластичней. Вы ее сможете легко отодвинуть апельсиновой палочкой. И она уже будет намного проще поддаваться пилочной обработке. Вот. Влажные руки и прилипшая кутикула. Можно, вот только что рассказала, обязательно обезжириваем. И если прям сильно прилипшая кутикула, мы апельсиновой палочкой немного отодвинули, подпилили, потом еще отодвигаем. Сейчас буду делать маникюр, вы поймете, какие движения мы должны будем делать. Даже не представляю, как это совсем без среза. Да, можно такое. Но, опять же, смотрите, если это сильно загрубевшие руки, либо даже влажные руки, мы клиента предупреждаем, что с первого раза прям идеального чистого маникюра может не получиться. Почему? Ну, потому что у нас кожа привыкла, да, то, что ее мы всегда обрезаем. И пилка может оставить такую маленькую, тоненькую, тоненькую полупрозрачную окантовочку. Ее, ну, я, допустим, как бы спокойно к этому отношусь. Тем более после покрытия ее практически вообще не видно. Вот. И если еще учитывать тот плюс, что у нас маникюр продержится в таком же состоянии две недели, ну, это вообще шикарно, я считаю. Вот. Поэтому мы предупреждаем обязательно клиента, что нужно время, чтобы перевести руки к пилочному, подвести руки, точнее, к пилочному маникюру. Если это клиент, вы видите, знаете ее, что она любит, ну, чтобы там вот прям вот вообще вот все прям вырезано было, да, даже не берите подопилку, режьте. Особенно это вот проблема с классиками, да, кто делает классический маникюр, они любят как бы прям маникюрчик по локоть, так скажем. Но, опять же, не всем такой маникюр можно делать, глубоко открывать пазухи. Очень часто травмируют матрикс, да, сталкивались с клиентами, которые приходят, у них ногти потом волной идут. Похоже на европейский маникюр? Нет, это немного по-другому. Он намного чище получается и реально сделать покрытие под кутикулу. Давайте тогда начнем, приступим к технике. Я вам ее покажу на себе на одном пальчике. Потом расскажу, как мы можем еще в конце эфира расскажу, как мы сможем комбинировать с аппаратом. В прошлом эфире я показывала эту технику, как мы делаем комби аппараты пилки. В этом эфире этого делать не буду. Если нужно будет, если будут запросы, на следующем эфире покажу, как мы совмещаем аппарат и пилки. Так, сейчас я переключу камеру. Всем привет, кто к нам присоединился. Так, сейчас. Сейчас настроим камеру. У меня здесь еще в соседнем помещении делают ремонт. Извиняюсь, если слышно какие-то звуки. Спасибо, девчонки, большое за комплимент. Ты за комплименты. Так, все настроила. Все хорошо видно? Ручку мою. Сейчас мы сначала познакомимся с вами, с материалами, которыми мы будем сегодня работать. Вот. Сейчас свет настроил хорошо, получше. Вроде бы все хорошо видно, да? Все, отлично. Смотрите, нам сегодня понадобится из материалов nail prep, наш дегидрат, ультрабонд, наше грунтовочное средство, баз гель, тонкая подложка. Почему буду использовать баз гель? Потому что буду работать, во-первых, хард базой. Хард база требует подложку. И буду использовать натурал композит гель. Буду делать запечатку свободного края. Для чего делается запечатка свободного края, когда приступим к выполнению ее, подробно все расскажу. Цвет буду использовать красный, блестящий, 328-й. Клевый цвет, прям новогоднего настроения хочется. И мой любимый топ, конечно же, ультрашайн, который блестит, долго держит блеск. Значит, пока это в сторону убираем и начинаем смотреть на пилочки. Так, я, наверное, будет удобнее вам, да, чтобы телефон был так. Немного не подумав, развернула. Как комментарии убрать? Давайте, может быть, мы сейчас отключим комментарии, а в конце эфира я подключу комментарии, и вы сможете задать все свои вопросы. Сейчас, секунду. Девчонки, выключаю сейчас комментарии. Как сделаем практическую работу, я, вы сможете задать все свои вопросы, и я отвечу уже. Так будет нам, наверное, удобней, и качество картинки будет намного лучше. Все, отключили. И все отлично, приступаем. Девочки, пилочки. Одноразовые файлы у нас используются. Сейчас. Так, хочется, чтобы хорошо света было, а мне что-то не нравится. Используем одноразовые файлы на пушапе. Почему на пушапе? Потому что мы, когда будем крепить ее на пластиковую основу, мне удобнее работать пластиковой основой. Кто-то работает и на металлической основе, но металлическая основа не дает амортизации, и она как бы, ну, мне не очень удобно. Мне тяжело прям с металлической основой. Либо это, опять же, кто к чему привык. Да? Мне просто удобно, что она более подвижная. Почему на пушапе? Потому что я приклеиваю пилку особым способом. Сейчас покажу каким. И мне нужно, чтобы края файла выступали из-под пластиковой основы. Если у меня не будет пушапа, то у меня, соответственно, будет файл очень сильно гнуться. Поэтому на пушапе. И баф. У меня, смотрите, сейчас здесь абразив на 180. Можно использовать на 240. Здесь мы смотрим по состоянию кожи клиента. Если у нас кожа мягкая, тонкая, да, то я возьму, соответственно, абразив на 240. Если у меня загрубевшая кожа сухая, я буду использовать на 180. Опять же, пробуем, смотрим. Это все очень даже индивидуально. Еще я не рекомендую делать пилочный маникюр людям, у которых прям кровавая кутикула, знаете, вся потресканная. Мы можем постепенно перевести к пилочному этого клиента. Каким образом? Сначала сделать, к примеру, классический маникюр либо комбинированный маникюр, да, и заполировать после обязательно бафом. Я сейчас так привыкла к пилочному маникюру, что какую бы технику ни делала, работаю я во всех техниках, у меня есть клиенты даже, которые приходят на классический маникюр, я всегда в конце полирую бафом. Ну вот, не знаю, мне очень нравится, и даже любой маникюр держится намного дольше. Так, смотрите, как я приклеиваю файлы на пластиковую основу. Ну, во-первых, да, отклеиваем нашу, чтобы липкость появилась. Сейчас я приклею, переверну пилочку и покажу. Приклеила и переворачиваю. Смотрите, можете заскринить. У меня обязательно к моей левой руке угол, вот этот, как пяточка, уголочек, кому как удобно можете называть, указка, немножко должен быть с отступом. Отступ примерно 0,5 мм, ну, полсантиметра. Если сделаю больший отступ, у меня мой уголочек будет заламываться, мне будет неудобно работать. Так же и сверху отступ есть, да. Сделаю еще больший отступ, будет сильно заламываться. Я сделаю пару пальчиков, и мне придется менять свой файл, чтобы мне неудобно работать. И баф. Баф я приклеиваю на одну основу с пилочкой, да, с файлом, с абразивом. Почему? Я могу использовать и вторую основу, как вам удобно, могу баф спокойно приклеить на вторую основу и работать так. Но это трата времени. Почему трата времени? Потому что мне нужно поработать одной пилкой, положить ее, взять другую. Это все время, и я не располагаю таким количеством времени, да, я лучше приму еще одного клиента, нежели буду тратить свое время. В общем, ценим себя, ценим свои деньги, зарабатываем деньги. Так, тоже самое, баф, отклеила. Только смотрите, девочки, девочки и мальчики, наверное, тоже есть. Перевернула, взяла файл и приклеиваю. Мне нужно этот уголочек же оставить открытым. Если я сделаю отступ в эту же сторону, у меня получится, ну, смысла не будет, да, то, что я сделала здесь отступ. Я не смогу тогда подойти под кутикулу. Поэтому я приклеиваю его слегка с отступом в другую сторону. Вот так получается. Да, такая вот конструкция. Смотрите. Можете сфотографировать. И с этой стороны, ой, вот так получается. Это все инструменты, которые нам нужны для пилочного маникюра. Апельсиновая палочка и файлы. Можно использовать пушер металлический. Но тогда вам будет намного сложнее продавать технику пилочного маникюра. Потому что это уже будет металлический инструмент использован, да. Это уже не полностью одноразовый маникюр получится. Поэтому используем апельсиновую палочку. Я сначала работала, честно говоря, пушером. Потом сама поняла то, что проще продать маникюр полностью как одноразовый, нежели с пушером. И начала работать апельсиновая палочка. Поначалу было непривычно, сложновато, но приловчилось. И начинаем делать маникюр. Обязательно, прежде чем делать пилочный маникюр, я должна отодвинуть кутикулу. Отодвигаю кутикулу. Хорошо, прям приподнимаю ее. Синусы все свои открываю. На самом деле, я провожу курс пилочного маникюра, который оффлайн. Всем тяжело первые девять пальцев. Десятый палец залетает, как к себе домой. Потому что первое время вы не можете, вам неудобно держать пилку. Под каким наклоном держать, с каким нажатием работать. То же самое вспомните, как и аппаратный маникюр мы когда делали. Нам же неудобно было аппарат держать. То же самое с пилочным. Смотрите, моя задача не давить на пилочку. Буду давить на пилку, получится обратный эффект. У меня пилка работать перестанет. Поэтому у меня должны быть плавные движения. Плавные движения в маникюре, плавные движения в покрытии. Во всем плавные движения. Маникюры любят плавные движения. Особенно на пилочной тяжело переходить тем, кто делает моделирование. Потому что там все-таки идет некое нажатие на пилку. А здесь нужно себя отточить от этого. Я сначала сделаю форму свободного края. Я углы достраивать себе не буду. Сделаю овал просто с запечаткой. Если бы достраивала углы, то скорее всего взяла бы и использовала акригель. Придали форму свободному краю. Особо форму не вывожу, потому что у меня будет же запечатка. И начинаю обработку боковых пазух. Смотрите, пилочку держу прям как за кончик. Видно, она у меня вот практически не держится. И начинаю. Плавными движениями от бокового валика я перехожу в боковую пазуху. С разворотом. Только смотрите, обращайте внимание, во-первых, вот на эту часть пилки. Чтобы мне клиенту вот здесь не было больно, чтобы вы не пропиливали кожу. Потому что многие начинают разворачивать и пилят наверху. Этого делать не нужно, носик должен быть слегка приподнят. Вот. Разворачиваю. И я прям слежу за тем, что я работаю исключительно с кожей, а не по ногтю пилю. Мне сейчас немножко из-за камеры неудобно. Но поверьте, это очень быстро и очень легко. Я сейчас никуда не спешу, чтобы было более понятно. Могу взять апельсиновую палочку и проверить. Возьму еще боковые стороны. Почищу. Перевернула своим абразьем отступающей части и работаю со вторым боковым валиком. То же самое с разворотом. И самое интересное, приступаем к обработке кутикулы. Я, скорее всего, боковым валиком, возможно, еще вернусь, посмотрю. Сейчас еще вот так свет добавлю. И начинаю обрабатывать свою кутикулу. Смотрите, беру свою пяточку, указку, носик, кому как удобно называйте, абразивом кверху. С этой стороны у меня абразива нет, поэтому многие клиенты боятся пилочный маникюр, потому что абразивом сильно попадает по ногтевой пластине. Мы объясняем, что я работаю абразивом кверху. С обратной стороны абразива нет. И начинаю. С одной стороны у меня получается с правой руки на левую сторону. Вам как удобно. Я завожу свой уголочек прям под кутикулу от синуса. И такими маленькими шажками, короткими, начинаю приподнимать кутикулу. Вычищая весь птеригий из-под нее. То же самое с обратной стороны. Обратите внимание, движения короткие, мягкие. Если у меня движения будут такими длинными шагами, это уже не шажки, это уже шаги получаются, то у меня чистого маникюра не получится. То же самое и в аппаратной технике. Когда вы работаете аппаратом, делая короткие шажки, маникюр получится чистым. Вы будете делать длинные, большие шаги. Маникюра чистого не получите. Так, возьму щеточку где-то. Приподняла кутикулу, вычистила из-под нее. И начинаю делать следующее движение. На самом деле в пилочном маникюре нет определенных техник для грубой кожи, для влажной кожи. Здесь несколько просто движений, которые вы уже исключительно, работая с клиентом, определяете, какими лучше убирается кутикула. Я вот приподняла и теперь начинаю. Ставлю пилку прямо напротив кутикулы. И от центра ухожу в правую сторону. От центра, такими подталкивающими движениями, ухожу в левую сторону. Тем самым ее спиливаю. Вижу, что она начинает загибаться, да, наверх. Я начинаю разворачивать пилочку. Держу и слегка кладу ее, и слегка кладу, и слегка кладу, и слегка кладу. Почему? Я могу, в принципе, с одного синуса идти в одну сторону в левый синус. Но у меня тогда правый синус кутикула будет загибаться вниз. Мне этого не нужно. Если у меня кутикула будет загибаться вниз, то потом при покрытии, к примеру, если вы будете покрывать гель-лак, да, у меня обязательно что-нибудь вылезет из-под кутикулы. Мне почему-то кажется все время, что мало света. Угу. И пошли заново. Вот. Это одно движение. Я могу еще в этой же технике поработать, этой же техникой, да. Но сейчас покажу следующее. Беру пилочку, ставлю прям ее как на ногтевую пластину, кладу всю плоскость. Только работа не с ногтевой пластины, а исключительно с своим уголочком, с кутикулой. Смотрите, работа уголочком. Поэтому, когда мы только приклеиваем основу, не нужно, как, к примеру, в обычном маникюре, когда мы подпиливаем свободный край, да, и берем пилку, отпилку вытираем, чтобы не порезать, не дай бог, клиента. В пилочном маникюре так делать нельзя. И файлы для пилочного маникюра никогда вас не порежут. Поэтому вот вся изогвоздка найти хорошие качественные файлы. И начинаю своим вот этим вот уголочком спиливать кутикулу. Опять же, здесь нужно быть очень внимательным, чтобы пилить не кожу, а именно кутикулу. Буду пилить кожу, особенно у кого тонкая кожа, у меня сразу здесь покраснеет. А нам этого совершенно не нужно, поэтому я работаю с кутикулой. Могу чуть-чуть на ногтевую пластину попасть, но следите за этим, чтобы этого не было. Возьму, переверну уголочком, еще себе приподниму кутикулу. Положила плоскостью. Пилим, пилим, пилим. Контролирую каждое свое движение. Многие клиенты еще удивляются, что это абсолютно не больно. Многие же думают, что если пилочный маникюр, то это неприятно, больно. Наверное, такие впечатления создаются после моделирования, когда раньше, ну может быть и сейчас, не знаю, режут кожу пилками случайно. Мало приятного. Со всеми это бывает, и со всеми, наверное, это было, конечно. Поэтому клиенты немного опасаются. Как продавать этот маникюр? Вы предлагаете клиенту просто попробовать один пальчик. Например, вы делаете всегда комби, да, маникюр? Она к вам пришла, вы говорите, а у меня есть такая крутая техника, пилочный. Вот если не веришь, хочешь, давай попробуем на одном пальчике. Все сделаем комби, а один пальчик сделаем пилочный. В следующий раз придешь, посмотрим, какая регенерация будет у всех ноготочков. Будет разное, будет по-разному смотреться. И потом, если захочешь, сделаем тебе в следующий раз пилочный. Придет она и скажет свой отзыв. Я думаю, что ей очень понравится. Девочки, смотрите, я счистила кутикулу, но у меня там еще немножко осталось. Я не дохожу сейчас до фанатизма. Беру баф и начинаю бафом это все шлифовать. Прям отодвигаю кутикулу, под кутикулой шлифую. Прям под кожей смело. С обратной стороны. Конечно, если вы работаете двумя руками, вам делать это намного проще. Потому что вы левой рукой можете натянуть кутикулу спокойно и спилить ее. Чтобы спилить легко кутикулу, кутикула должна быть натянута. Тогда будет намного легче это сделать. И опять же, еще раз повторюсь, не забывайте, пожалуйста, как у меня приклеена пилка. Потому что некоторые мне пишут, что вот не получается пилочный маникюр, не могу туда залезть, не могу туда подлезть. Я сразу прошу сфотографировать основу с файлами. Кутикулу шлифую. Апельсиновой палочкой смотрю, что у меня там. Я могу еще прочистить. Именно под кутикулой, чтобы у меня прям хорошее качественное покрытие было. Опять же, еще раз повторюсь, не всем можно делать покрытие под кутикулу. Боковую пазуху, которую неудобно обрабатывать. Так, не ухожу, не ухожу. Прочищаем. В среднем у меня по работе с клиентами занимает 30-40 минут пилочный маникюр. И еще раз бафиком пройдусь. Обязательно заглядываю, что у меня там в кармашке происходит. Вижу с этой стороны, вот хочется дочистить. Без фанатизма. Все. Можно выполнять покрытие. Сейчас чуть-чуть еще. Без фанатизма и сама не могу остановиться. Смотрим, чтобы у меня кутикула была ровненько. Не как покусанная, знаете. Одно только слово на ум пришло. Вот, теперь я довольна. Теперь я дочистила. Я сама люблю, чтобы у меня чистый маникюр был на руках. Но, видите, специально для прямых эфирах и мастер-классов я не делаю трубу. Сейчас я обезжирю и покажу, что у нас получилось. Вот, видно, обезжирила и у меня вот с этой стороны небольшая такая махрушечка появилась. Я возьму точечной пилочкой своим ребрышком, да, начинаю чистить. Продолжаю чистить. Там у меня уже кожа тонкая, аккуратно. Сейчас еще раз переверну и уголочком дочищу. Вот такой вот маникюрчик у нас получился. По сравнению с тем, что было, да, это вообще класс. Вот. Проверяю все пазухи. Здесь у меня, ага, вот чуть-чуть видно кожица осталась. И забафили. Так. Что мы делаем далее? Я обезжириваю. Я работаю с дегидратом. Наношу nail prep. Особенно, если это влажные руки. То, тем более. Нанесла nail prep. Его можно вообще наносить не на всю ногтевую пластину, а в зоне кутикулы. Все, пока нанесла на все 10 пальчиков, у меня он уже высох, я беру ультрабонд. Ультрабонд наше грунтовочное средство. Всегда его наношу на кончик ногтевой пластины. Чтобы не было сколов. Можно на всю ногтевую пластину нанести, можно на кончик. Только, ну, имейте ввиду, что он не растворяется в жидкостях. И наношу тонкую базу. Тонкую базу, чтобы она мне хорошую адгезию дала на ногтевой пластине. И не давала мне лишней толщины. Моя задача сейчас сделать запечатку натурального ноготочка. Нанесла тоненьким слоем и кладу в лампу. Мне достаточно ее даже 15 секунд сейчас будет подсушить. Далее я буду использовать натурал композит гель для запечатки натурального ноготочка. Сейчас мы подсушим тот пальчик. Достали. Мне удобно ее делать кистью, лепесток, шестеркой. И смотрите, какими движениями я беру запечатку. Беру композит гель. Это у меня вот запечатка и все. Смочила кисточку. И такими притаптывающими движениями достаю такую колбаску. Еще раз. Притаптывающими. Не вот взяла и начинаю выкладывать. Нет, это мне очень много. Она будет толстая. Мне придется ее аппаратом из-под низа выпиливать. Зачем мне эта лишняя работа? Тем более на коротких ноготках. Это будет неудобство клиенту, неприятное ощущение клиенту, если я буду аппаратом работать. Поэтому еще раз. Притаптывающими движениями. Взяла такую тоненькую колбаску. Поставила ближе к линии в роста. И повела. Она у меня должна быть не снизу, не сверху. А именно как продолжение натурального ногтя. Тоже самое с обратной стороны взяла и повела. Не нужно ее делать сильно толстой. Тогда мне ее обязательно придется выпиливать изнутри. Так вот, окантовочку сделаю. Проверила, что у меня вот здесь вот она немножко вверх поднялась. Я ее припустила. И кладу теперь в лампу. Сушим. Натурал композит гель. Очень мало кто из клиентов работает в технике запечатывания натуральных ногтей. Но зря, девочки, зря. Многие просто ленятся. Потому что считают, что это долго. На самом деле это не долго. Если приловчиться и набить руку, это у вас займет не больше трех минут на все десять пальцев. Поэтому... А носка... Вы сами удивитесь, как ногти будут носиться. Я нанесла ее. А теперь... Все здесь. Все здесь. Что-то у меня немножко... Приостановленный эфир был. Обезжирила. Снизу ногтевой пластины обезжирила. Потому что гель же у меня с липкостью. И он снизу тоже липкий. Взяла пилочку. И аккуратно... Подпилила свободный край. Придала форму. Аккуратно. Пилочку держу слегка. Из-под низа. Чтобы убрать лишний гель. Мне не нужный. Тем более форму овал мы всегда опилим. Пилочку слегка под низ держим. Чтоб красивая форма была. Но это уже на моделирование обучают этим. Возьму бафиком. Забафим сверху свою запечатку. Базу забафим. Чтоб не было блеска. Чтоб у меня хорошо схватился следующий слой геля. У меня в принципе на эту базу и так она хорошо цепляется. Но на всякий случай себя обезопасен. Бафиком прошли. И у меня получается запечатка такая тоненькая, аккуратненькая, что ее клиент даже не увидит и не заметит. Но ноготь будет носиться, покрытие будет носиться намного лучше. Такой вот ноготочек получился. Если присмотреться, вся запечатка у меня на месте. Тоненькая, тоненькая обводочка. Теперь беру хард базу. Кто меня знает, те уже знают, что моя вообще мой фаворит файбербаз гель. Я могу и ее сейчас использовать вместо хард базы. Но так как я ее всегда использую, сегодня сделаем для разнообразия хард. Она такая более жидкая по сравнению с файбером. Но тоже не менее моя любимая. У меня они всегда есть. И хард база, и, господи, файбер. Наношу тонким слоем боковые пазухи. Смотрите. Я не делаю вот так раз и все, да? Хватит там гель растечется. Нет, он не растечется там. Боковые пазухи часто у мастеров именно в боковых пазухах идут неровности. Сверху могут сфотографировать блики красиво. А если руку чуть в бок повернем, там неровные блики, неровное покрытие. Чтобы у нас было покрытие везде ровное, я кладу кисть и медленно провожу. То же самое с обратной стороны. Кладу кисть и медленно провожу. Смотрите, у меня кисть как по облаку летает, да? Я вообще практически на нее не давлю. И гель у меня начинает моделироваться сам по себе. Теперь возьму небольшую каплю. В кутикуле уже не пойду. Зачем мне там, да, лишняя толщина? Я возьму примерно вот здесь, вот ее поставлю ближе к центру. Раз. Вытру кисточку. И помогу этой капельке распределиться в боковые стороны. Помогаю. Сильно толстый слой мне не нужен. Почему? Сейчас переверну ручку. Нарису сильно толстый слой. На коротких ноготочках это будет смотреться как пуговки. И теперь проверяю. Вот здесь у меня. Немножко увела, чтобы под лампой посмотреть блик. Сейчас там тоже чуть-чуть. Мне еще удобно боковые пазухи ровнять тонкой кистью. Раз. Провела. Раз. Провела. Перевернула еще раз. Посчитала примерно раз, два, три, четыре, пять. Перевернула обратно. Проверила. Если вдруг где-то у нас есть косячок с базой, мы можем этот небольшой, незначительный минус исправить потом на топе. Ну вот, мне в принципе сейчас все нравится. Сейчас еще раз переверну. Отвыкла немножко работать хард-базой. И кладу в лампу. Может подпекать. Поэтому пару секунд подержала, достаем. Ногти травмированы. Слой не тоненький. Но подпекает слегка. Сушим. Это хард-база. Я наверное сейчас подключу комментарии и будем покрывать цветом. Да. Так. Сейчас. Включим комментарии. Так. Сейчас. Харт-базу убрали. И берем 328 оттенок. Угу. А если есть какие-то вопросы, можете их задавать. Я сейчас пока будем полимеризовать, буду отвечать. Потом переведу камеру на себя и еще отвечу на вопросы. Только посмотрите на этот оттенок, девочки. Ну что за красота. Разве можно такие красивые эти оттенки делать? Здравствуйте. Кто в эфире? В эфире Маргарита Пышкина. Угу. И отодвигаем кутикулу. Я сразу же при первом же слое цвета отодвигаю кутикулу. Всегда. Люблю первый слой максимально сделать близко к кутикуле. И вторым слоем уже выровнять там, где у меня бывает, знаете, после первого слоя на липкости гель сжимается в лампе, да. Вот. Поэтому я люблю первый слой максимально близко кутикуле подвести, а вторым слоем, если где-то у меня гель поджался или где-то не довела с первого раза, вторым слоем обязательно это все исправить. Начинаю. Покрываю. Ой, какой цвет. Смотрите. Если я покрываю, к примеру, один пальчик, я один пальчик отодвинула кутикулу и покрываю, а не все пять. Потому что я пока один покрою, у меня на втором уже кутикула упадет. И пальчиками всегда помогаю пазухи боковые открывать. То же самое с цветом, как из базы. Постихонечку аккуратно веду. Девчонки, сейчас покрою и просмотрю ваши комментарии. Так. То же самое. Пазуху открыла. Самой, конечно, это не совсем удобно делать, но покрываю. Ничего страшного. Кутикулу натянула. Всегда клиентом натягиваем кутикулу, чтобы она потом в конце процедуры вот так вот не сделала и сказала, а почему вы меня там не покрыли? Бывают разные клиенты. Поэтому нужно сделать так, чтобы даже самый капризный клиент не смог к вам придраться. Этот цвет в принципе можно и в один слой покрыть, но я специально сделаю в два. Возьму тонкую кисточку и доведу тонкой кистью. Вообще, честно скажу, практически с клиентами никогда не работаю тонкой кистью. Ну, это если вижу, что уже туда дойти не могу, да, то возьму тонкую кисть. Так, сейчас Эмми выпустили такие кисти, что просто грех ими не залезть куда угодно. О, чуть-чуть заплыла. Вот так, апельсиновую палочку взяла и сразу же поправила. Ну, потому что долго, долго сама себе делаю. Немного на расстоянии, но и ничего страшного, это не критично. Обязательно мы должны перед просушкой все убрать лишнее. Кладу в лампу. Достаточно будет первый слой просушить секунд 30. Прикольная техника, обязательно попробую. Попробуйте, я думаю, что вам очень понравится. Кутикулу ремовер не используйте, типа по-мокрому пилочный. Нет, девчонки, не использую по-мокрому. Даже не представляю в этой технике по-мокрому, как обработать кутикулу. Это больше будет, наверное, как европейский маникюр, но не пилочный. Пилочный по-сухому всегда делаем. Можно кутикулу ремовер использовать в конце процедуры, нанести и всю пыль уже из-под кутикулы вычистить. Но я вообще практически не работаю с кутикулой ремовера, кроме как в классике. Перед тем, как воду опускать, наношу кутикулу ремовер и все. Обязательно хочу провести эфир из салона, в котором работаю сейчас, в данный момент в Москве. В прошлый раз должна была провести, но, к сожалению, заболела, не смогла выйти, не смогла и в эфир выйти, и на работу выйти. Поэтому... Но ничего, я запланирую и обязательно проведу вам прям в салоне, очень крутой салон в Москве. Сделаю вам экскурсию, либо даже, наверное, может быть это сделать на своем аккаунте. Так что подписывайтесь. Нанесла и кладу в лампу. Прям тоненьким слоем исправила все недочеты, которые были. Так... Здравствуйте, немного опоздала, можно еще раз рассказать о том, как склеить пилки. Девчонки, смотрите, кладу вот так пилку. Сфотографируйте, пожалуйста, кто опоздал. Смотрите, отступ у основания, буквально 0,5, ну полсантиметра. Сделая больше отступ, уголочек будет загинаться, будет неудобно работать. И отступ сверху, да, с этой стороны, чтобы боковые пазухи легко было обрабатывать. Баф могу приклеить на вторую основу, но чтобы экономить время, приклеиваю на одну и ту же. Тут только в обратную сторону и отступ уже будет в другой уголочек. И вот так это выглядит с обратной стороны. Не вовремя зашла. Расскажите, почему пилочный маникюр? Ну, это своеобразная такая техника, потому что, честно, в Москве у меня пишутся прям целенаправленно на пилочный маникюр. Хотя у меня клиентов, я последние полтора года жила в Ростове, ну и клиентов в Москве растеряла, да. И кто новый, я смотрю, у меня пометочка в записи сразу пилочный маникюр. То есть людям нравится, люди делают эту технику, не принимают режущие инструменты. Им нравится, что это полностью одноразовый маникюр, что им не нужно переживать, как стерилизовался этот инструмент. Ну, люди разные бывают, да, и так же, как и мастера, так и клиенты. Кто-то мастера бывают недобросовестные, и клиенты бывают, ну, обжигались, да, когда-то на этом. Вот такой ноготочек у нас получился. И очень такой немаловажный фактор – это носка маникюра. Она очень долго хватает, кутикула не зарастает. Кто-то использовал Утрашайн, он как стеклышко. Так, когда работаю, немного начинаю троить. Извините, пожалуйста. Сейчас я переверну на себя камеру, покажу еще раз ноготочек, переверну на себя камеру и еще раз просмотрю комментарии. Так, ну, я просушила, правда, не полное время просушки, лучше его минутки-две просушить. Если это новые лампы, если старые лампы, то и все четыре можно сушить. Цвет у меня был с блесточками, поэтому обязательно проверяем торец, чтобы не было никаких, ну, вот как блесточки торчат, да, слегка. Я возьму пилочкой и аккуратно, буквально, чтобы свой торец сильно нести, бафиком пройдусь, чтобы, не дай бог, клиент не имел неприятных ощущений. Тем более сейчас время колготок. Нам не нужно, чтобы ногти у нас за колготки цеплялись. Вот такой ноготочек у нас получился. Цвет просто бомба. Пилочный маникюр бомба. Так, сейчас, ладно, переворачиваю на себя камеру. Так, сейчас. Всем привет, кого не видели. С кем, с кем не здоровались. Сейчас настрою. Ну, давайте сейчас пройдемся, пробежимся еще раз по комментариям. Посмотрим, какие вопросы вы мне тут задавали. Так, это уже тут. Если на какой-то вопрос не отвечу, можете мне продублировать его. Кто так это тут вроде бы ответил? Можно узнать, что за двойная пилка. Еще раз скажу. Это два отдельных файла. То есть, вот они все отклеиваются и просто пластиковая основа остается. Основа у вас может быть также и металлическая, кому как удобно. Класс. Ой. Чем можно заменить BuffSmart? Чем-то можно заменить BuffSmart? Вот. Ну, здесь нужно пробовать. Так. Почему пилочная ответила? Так, это ответила при пилочке. Где заказываете форму файла? Напишите мне в директ, я вам дам ссылочки. Вообще, мы их предоставляем на своем курсе. Ну, вот сейчас нашла новые пилки. Ничем не хуже. Пишите мне в директ Пушка Нейлс. Я вам напишу, я вам раскрою свою тайну. Сегодня я добрая. Так, про пилки ответила. Ну, я вообще всегда добрая. Но сегодня я готова поделиться с вами своим секретом. Долго искали пилки, много тестировали. Не все подходят пилочке. Вместо базы Hard какие базы еще можно на запечатку использовать? Все можно использовать. Но, к примеру, Medium, если база будет использована более мягкая, имейте в виду. Но запечатку тоже держит, я пробовала. Все отлично носится. Ну, вот всем рекомендую базу Fiber. Ну, не знаю. Ну, это любовь у меня. Просто любовь Fiber Bass. Шикарно. Все ногти держит. Все ей можно делать. Огромное спасибо за ответ. Пожалуйста, девчонки. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в директ. Я обязательно всем отвечу. Но, если вдруг не отвечаю, продублируйте. У меня вот, знаю, свой такой недочет. Могу мысленно ответить и забыть потом. В реале написать. Так. Доброго времени. Эфир, скорее всего, будет сохранен. Поэтому сможете посмотреть, как вас найти в инстаграме. Пушка Нейлсия. Подписывайтесь. Спасибо, девочки. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Вот наш ноготочек. Цвет красивый. Запечатка есть. Смоделирован. Видно? Аккуратненький. Главное, никогда, если это короткие ногти, да, мы большую каплю геля туда не наносим. И тем более контролируем, когда ручку перевернули у клиента. Ну, сделаю на этой руке, потому что это неудобно. Ручку перевернули у клиента и смотрим, чтобы моя точка апекса, самая высокая точка на ноготочке, да, была по центру. Не возле кутикулы, не на свободном крае, а по центру. Пожалуйста, девчонки, пожалуйста. Давайте, пишите мне в директ. Я вам отправлю ссылку на пилки, где их можно заказать. Все, всех люблю, всех целую. До новых встреч. Все, пока-пока. Так.